Вопрос можно еще. Пожалуйста. Скажите, какая роль главного архитектора города? Насколько я понимаю, ведь за его подписью происходят все строительства новые. То есть, я не знаю, насколько он принимает участие в сносе, но то, что на этом месте должно быть построено, идет за подписью его. И вот тут личная его воля вполне возможно, что может остановить вот это вот. Я, к своему стыду, я работал в этом городе вице-мэром. Это был 2009-2010 год, 2013, 3-4 года, сейчас не поможет. И, ну, наверное, у нас в городе есть, однозначно, есть главный архитектор. Но я, к своему стыду, сейчас не знаю, кто у нас главный архитектор. Потому что власть так устроена в городе и области, что человек, принимая решение, он один. Либо это мэр, либо это губернатор. И он определяет. Главный архитектор технически, который, как мне кажется, ну, и судя по тому, что происходит в городе, не может вести сопоставительную политику о определении принципов градостроительства и еще чем-то. Подписать, не подписать он может? То есть, это союз. Он не может. Нет. Нет. Работает, не работает. Да. Если не подписывает, то не работает. А, ну, вот это у меня достаточно. То есть, речь идет о совести. Речь идет о системе координат, в которой сегодня работает действующая власть. О чем мы говорим, да, говоря о общественности? Мы хотим построить гражданское общество. Ну, об этом, по крайней мере, говорит президент. Я не знаю, о чем говорят губернаторы. Но, к сожалению, у нас нету гражданского общества. У нас в городе тоталитарное общество, в области тоталитарного. Ну, вот у нас есть Евгений Михайлович, руководитель службы по охране памятников. Он смотрит в глаза, у него слезы текут. Он может сам, как специалист, и хочет оставить в реестр, включить в реестр, бухгалтер Гагарин 32-1. Ну, реально хочет, он же специалист, он понимает, что это значимо. Но люди, которые вам просили подписать документы о выводе, он им отказать не может. Потому что завтра у него семьяк, он может ипотека, и не знаю, какие-то другие проблемы. Он будет уволен. Ну, и прекрасно. Он не готов уйти на улицу. Поэтому он подписал приказ и ушел в отпуск сразу же. Теперь я знаю, к кому можно непосредственно персонально предъявлять претензии. Спасибо, вы ответили. Пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Простите, а можно? Домок, который держится за эти условия жизни. Олег, вы хотите? Вопрос Олега Сергеевича. Да, для меня во всей этой истории сегодня три вопроса. Стратегия, тактика и общественное мнение гражданское общество. Все это разъединено. Ровно 40 лет назад сегодня мы открыли экспозицию в музее города. Был архитектурный факультет основан Смировичем. И мой преддипломный проект назывался восстановление и реконструкция центра Иркутска. Поэтому мне эта тема близка и я достану, обещаю, что я достану свою пояснительную записку, где, собственно, я отвечал на все те вопросы, которые сегодня здесь задавали. И как нужно строить в центре города, и что сносить, что не сносить и так далее. Но я сейчас не буду об этом говорить. Для меня вопросов здесь нет. То есть, стратегия. Я недаром задал вопрос про главного архитектора города. Ну и когда я работал архитектором, то я помню, что для того, чтобы построить дом в центре города, я, наверное, месяца два или три ходил и утверждал у него фасад здания. И вот личная ответственность чиновников – это та стратегия, которая сегодня мешает или помогает этой проблеме. Она не решена совершенно. И не решив вот этот вот вопрос, то есть общественное мнение должно выявлять героев, так сказать, пофамильно этих чиновников называть. У нас для этого сейчас все есть. У нас есть для этого сайты, у нас у каждого есть блог. Давайте, вы спросили, что мешает. Да ничего нам не мешает. Ничего, кроме собственной кузовски вообще, называть эти фамилии и непосредственно обвинять виновников. А они, получается, есть. Я вот тут разум его спросил, и он мне ответил. Главный архитектор все-таки отвечает за это. Так давайте его спрашивать в конце концов. Это что касается стратегии, и еще дальше. При отсутствии общего концептуального плана вообще, и вообще идеи все-таки, отсель-досель, откуда-докуда мы будем этот Иркунск сохранять или не будем его сохранять, все вот ваши вопросы личных, так сказать, пристрастий, сносить этот дом, не сносить, вопросы экспертов с их личным, субъективным мнением, сохранить его, не сохранить, они будут не решены. Они будут плавать, потому что все это будет решаться взятками и личным вкусом. И до тех пор, пока вы, Сергей Юрьевич, работаете вне общего вот этого, в отсутствии вот этого вот генерального плана, общего, общепринятого генерального плана сохранения и реконструкции, и восстановления центра Иркутска, вот даже ваша великая работа будет точечной, к сожалению. Вот это то, что касается стратегии. Теперь тактика, очень коротко. Это моя конкретная идея, которую я буду долго и всегда постоянно пытаться донести. Все, что вот все, и самое первое, самое тактическое, необходимо для нас и для общественности, и тут могут волонтеры быть задействованы, это создание музея полигона архитектуры Иркутска, куда вот сегодня мы уже должны признать, все, мы уже не сохраним очень много зданий, в том числе и вот дом рассушенный, скорее всего, снесут. Так вот хотя бы, хотя бы, чтобы очистить свою совесть и сделать задел на будущее, нужно вот этот дом не вдаль центра вести, а нужно где-то в городе, в центре города создать вот такой заповедник, куда свозить хотя бы эти трупы, этих домов. Это нужно просто, это насущная необходимость, нужно решить сегодня. Это небольшие деньги, абсолютно небольшие. Это все делается руками волонтеров, студентов, архитекторов и так далее. И вот мы все равно видим, что мы этот дом теряем, этот дом теряем, этот завтра будет снесен и так далее. Ну давайте хотя бы мы снимем наличники, хотя бы снимем эти стены, возьмем эти двери и хотя бы их соскладируем, потому что сейчас они просто исчезают. Завтра эти детали станут бесценными, драгоценными элементами для как раз обновленного ирожка. Ну вот все. Спасибо.